Всем рейдж, пацаны! Сегодня у нас снова то ли хайпер-поп, то ли рейдж, то ли просто тайп на Love 6x. Наверное, всё-таки давайте остановимся, что это тайп на 6.6. И не забудьте помолиться богу производительности вашей пекарни, потому что сегодня мы будем использовать десяток примерно серумов и не будем ресемплить. Но и бить 100% будет интересным, грязным и очень ярким. Так что, если конкретно тебе нравятся подобные рейдж-биты, то ты можешь прямо сейчас под этим видео авансом поставить мне лайк. Это мне очень поможет. А если в итоге биток тебе не понравился, то ты всегда успеешь этот самый лайк снять. И да, вышел новый альбом Оксимирона, так что если вы хотите разбор треков с него, то напишите об этом в комментариях. И там же можете написать один из треков, который вам уже понравился больше остальных на нём. Темп наш на сегодня 1.6.6. А тональность? F-sharp, натуральный минор. И добавим, 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 естественно, первый серум. Я буду использовать пресеты из пака Adapt, и первым, наверное, будет бас. Вот этот. А играть он будет в невероятно сложную партию. Вот так. И вот. Естественно, это будут корневые ноты наших будущих аккордов. А пока добавим лид. Для этого клонируем серум. И из того же Adapt возьмём вот этот лид. Он такой прям ядрёный. И играть он будет... В паузе между басами это будет создавать, ну как бы, ритм, движение. Мне кажется, будет круто. Давайте попробуем вот так. Неплохо, неплохо. Так оставим. И ещё мы можем вот за эту стрелочку потянуть и создать небольшую сбивку. Да, так прикольнее. Только чуть-чуть вернём. И протянем до конца. Ctrl-B. И здесь мы можем... Теперь Ctrl-B. И в финальной части будет уже не B. G. Оставим G. Вот так. Первый лид готов. И добавим... Давайте, наверное, аккорды добавим уже. Вот эти. И они точно так же будут перекликаться следом. Вот как бас сейчас перекликается, только звучать будет круче. Вот так выглядит аккорд Фа минор. Давайте его ещё на октавку вниз. Мы его упростим. Эту нотку А выкинем и добавим Фа диез наверх. С D поступим примерно так же, только... Фа диез выкинем и А опустим вниз на октаву. Потому что если ещё и D опустить, то слишком низко будет. И дублируем ещё раз серым, чтобы добавить второй парт аккордов для жирности. Вот эти прикольные аккорды. Из этого пака мне нравятся. Просто Ctrl-C, Ctrl-V. Клонируем серым ещё раз и добавим лид. Вот этот. Чтобы вот этому лиду создавать как бы интервал. Иногда это работает, иногда нет. И он будет просто играть спуск по ноткам F-шар. И на октаву выше. Мы всё равно приоритет отдадим в итоге вот этому лиду. Но... Но вот это сочетание, типа вот такой интервальчик, по-моему, очень прикольно звучит. Ctrl-B продлеваем. И добавим, что бы вы могли подумать, ещё один лид. Который будет играть простой арпеджио. Потому что куда без него, для него отлично подойдёт вот этот лид. Там, где у нас F-шар, он будет подниматься по ноткам. Соответственно, F-шар, то есть F-C. Потом ещё раз F-C. А здесь у нас начинается уже D-минор. И вот здесь мы просто нотки C меняем на D. Угу, отлично. А если ещё на октаву вверх? И добавим финальный лид. Да, они не будут одновременно все постоянно играть. Но вот мне хочется больше разнообразия. Возьмём тот же самый лид, что и изначально. Только играть он будет уже что-нибудь типа... Только пониже. И вот продлим первые две нотки. Это довольно прикольно звучит. Но мы можем добавить маленькую нотку вот здесь вот. Чтобы появился такой немножко заигрывающий глайд. Вот этот уэээ в конце. Ну и просто на все восемь тактов продлеваем. Вот у нас готовы почти все мелодические партии. Есть у меня одна сомнительная мыслишка. Я когда слушал разные вариации вот этого хайпер-трэпа-рейдж-рэпа, я имею в виду именно когда поверх рейдж-битов насчитывают рэп, а не таких мастодонтов типа 100 гиггс. Русскоязычные исполнители как будто и делают его веселее, музыкальнее что ли. Ну или во мне спутник может развил какой-то дикий патриотизм. Но вопрос такой. Как у вас с этим? Как вам кажется? На каком языке? То есть какие исполнители русскоязычные или англоязычные лучше исполняют? Вот этот такой рейдж-трэп, хайпер-трэп, как хотите его назвать. Именно вот подобный рэп от хайпер-поп-биты. Напишите об этом в комментариях. И еще будет круто, если вы напишите пару интересных треков. Потому что тогда не только мне будет интересно их читать. Ну и другим зрителям просто, так сказать, пополнить свою фонотеку. Ну и еще лайк не забудьте прожать, если мелодия вам уже нравится. Ну а мы пока все это на микшер сбросим. Сразу собрал группу инструментов. И давайте займемся звучанием. Потому что сюда я хочу накинуть gross beat. Чтобы сделать дичайший гейт. Моментари пресет. И одна вторая. Это звучит не очень прикольно. Но стоит нам поднять атаку и довольно сильно задрать релиз. Такой звук сразу... Не знаю, мне очень нравится такое звучание. Мы можем просто перетащить теперь это на вторые аккорды. Но, к сожалению, у меня триал-версия gross beat, поэтому я не могу так сделать. А вы на альбоме Best Friends уловили дичайшую цитату из Тимати или отсылку к Тимати? Да? Нет? Напишите в комментариях. Я услышал ее и такой, блин, думаю, откуда это, откуда это? И потом только вспомнил. Ну и добавим биток. Open Head 808 я взял из MZ. А остальные звучки из вот такого рандомного хайпер-попового пака, который я, по-моему, на Reddit скачал. С клэпом никак не будем морочиться. Просто Ctrl-B. Пау. Готово. Ctrl-C, Ctrl-V на второй. С вторым придется чуть поморочиться, потому что в нем есть какой-то хруст в конце. Мы его уберем. Normalize включим. И EQ в минус. Чтобы стал поярче. То, что нужно. 808-й бас обязательно включим Cut It Self. Парт будет довольно простой. С какими-то простенькими очень ускорениями. Вот так. Тут уже D. И вот здесь звучок. Мелодию пока убавлю. А вот здесь добавим вот такое дичайшее ускорение. И вот сюда я все-таки сделаю ускорение поинтереснее. Переключимся на одну. Пусть будет шестая. Ctrl-U. И поднимем на октаву вверх. Чтобы вот так вот немножечко протянуть громкость. Да, да. Мне так нравится. Кик тоже без каких-то усложнений. Он почти полностью совпадает с басом. Дублируем. Единственное, что он пропустит вот этот удар. И ускорение он тоже пропускает. Мы его передвинем сюда. И перейдем к интересному. По-моему, в таких вот типа рейдж-битах хай-хэт обычно довольно замороченный. В отличие от такого типичного поп-трэпа, который, кстати, был в прошлом ролике. Там Джонни и Лимба. Можете посмотреть. Вот там простенький хай-хэт. Он по подсказке ролик сейчас загорелся. Второй, как обычно, потише. Ctrl-B. Так сказать, пропишем основу. Ну и начнем наворачивать роллы. По поводу расположения роллов. Ну, мне кажется, что это не правило. Это не правило. Просто здесь я так буду делать. Я буду располагать их на слабых долях. То есть, типа, вот эта сильная доля, вот эта слабая доля. Вот эта сильная доля, вот эта слабая доля. Типа. И еще на 1 четверть переключимся. И сделаем длиннющий ролл вот здесь. Ctrl-U. И сначала я его в целом убавлю. И громкость тянем сначала вниз, а потом обратно вверх. Чтобы получить вот этот дзюжик. И еще заходим в Fine Pitch. И вот ему правой кнопочкой мышки Pitch тянем вот как-нибудь вот так. Ctrl-B. И вот это давайте поднимем повыше. Перейдем в Fine Pitch. И ему сделаем пожестче вот эту пробежку по Pitch. Ну и, конечно, нельзя забывать про Shift. И осталось нечто, чему наш кик будет делать. Потому что именно с киком совместно этот Open Head будет звучать. Не постоянно. Типа как-то. Вот так. И вот так. Продлеваем. Ctrl-B. Но вот здесь, поскольку у нас кик переехал, и этот Open Head тоже переедет. И осталось нечто финальное. И пропишем его просто по нашим басовым ноткам. Наверное, еще переключим Resample на Stretch. Да, так лучше. И он будет играть раз в четыре такта. Скинем все на микшер. Ну и разбросаем все по паттернам обязательно. И сейчас балансируем громкость таким образом, чтобы все инструменты на слух были плюс-минус на одном уровне. Именно на слух, не по уровням вот этих децибелов. Кроме кика и 808 мы им дадим маленькое преимущество. И еще вот этот звук тоже будет иметь некоторое преимущество по громкости. Потому что он типа один из центральных. Вот как-то так я все сбалансировал примерно. И вот такой красивый клипер у нас на мастере, который вот так красиво сжимает весь бит. Ну и еще давайте вот этим двум нашим синтам чуть-чуть прижмем вниз. Вот буквально чуть-чуть. И на группу инструментов закинем Saturn. Переключим на тюбе к лентюбе. И наверное все, что выше 2 кГц, посильнее разогреем. А вот здесь тоже чуть-чуть, чуть-чуть, буквально чуть-чуть прижмем вниз. И после этого поставим Pro-Q3. Где тоже сделаем, ну чуть-чуть, вот просто чтобы с басом звучало нормально. И соберем группу ударных. И на него, конечно, тоже закинем Saturn. Тюбе к лентюбе. Подогреем все вместе. И чуть выше 2 кГц подогреем. Посильнее. Ну и сделаем некоторую структурку. Во вступлении у нас будут аккорды, у нас будет бас, вот этот лид и главный лид. Потом из ударных у нас будет опять же все, что входит в группу DRM. Только для вступления я сейчас буду делать 100 тысяч автоматизаций. И пошагово я их объяснять не буду, потому что делаю это уже тысячу раз. Но объясню, что именно я сделал. Первый шаг на ударные закинуть Half Time. И поставить одну четверть, чтобы было... Потому что если поставим один бар, у нас теряется клэп. После него Вальхала Шиммер, пресет Concert Hall. И как-нибудь... Вот столько примерно нам будет достаточно. После него я поставил Dirty Filter. И обычно Drive я убавляю, но сейчас я его убавлять не буду, потому что... Вот этот Q-эффект нам нужен. Да, поставим обратно его 50. Двигаться он будет как-то так. Потом дойдет до наивысшей точки. И потом снова спустится, чтобы уплыть... Вот такой звук перед тем, как будет Drop. Начиная вот с этого момента, все эти эффекты будут отключены. Для группы инструментов я тоже сделаю небольшой low-pass на протяжении всего вступления, чтобы как бы подчеркнуть Drop. И получаем вот такую целую гигантскую пачку автоматизации, потому что, например, для этого фильтра тоже нужно делать автоматизацию. И вот этим клипом уже все эффекты, которые накладываются во вступлении, все отключаются. Ну и стерео шейпер я еще закинул на OpenHead, чтобы... Поприкольнее звучало. После вот этого паттерна, который идет после вступления, идет более расслабленный паттерн. Потом кусочек без 808 баса. И с вот этим басом. Но его мы сделаем уникальным, этот паттерн, чтобы в него зайти. Снова клонировать серу и выбрать второй басец. Вместо вот этого поставим короткий. Он тут называется вот так. Вот такой короткий басец. На него Ctrl-X, Ctrl-V парт длинного баса. Возьмем просто лезвие и нарежем, как нам по приколу. Вот так, например. Еще давайте в этом парте сократим аккорды. Уберем закрытый хэт. И, пожалуй, выделим вот этот лид. И вот этот, наверное, уберем. И потом снова полный паттерн. А если этот лид? Все-таки на октаву вниз. Так лучше. Потом паттерн без бита. И потом вот такой более расслабленный паттерн, чтобы им все зафиналить. Вот так. Еще капельку низа я все-таки для инструментов поджал. И на клипере тоже чуть-чуть все посильнее прижал. И пришло время поставить то, что окончательно добьет ваш ПК. Это озон на мастер. Gentle Tape на эксайтер. Чуть убавим. Gentle Weave. И минус 1 дБ на 200 Гц на Vintage EQ. Все настройки озона. Так, ну и... Вот так. Все-таки чуть посильнее. А такой релиз я открою на Гросбите. Вот буквально капельку. Для обоих синтов. Да, они так еще больше кажутся. Вот как-то так. И прежде чем мы послушаем этот, надеюсь, по вашему мнению, прикольный, яркий и довольно-таки грязный виток, напоминаю вам, что у меня есть видео-кус по битмекингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылочка на меня есть в описании под этим видео. Можете написать мне ВКонтакте, в личные сообщения или в Директ в Инстаграме. Так что напишите мне прямо сейчас, закажите видеокурс. И если этот биток вам понравился, то смело ставьте полностью заслуженный лайк под этим роликом. И обязательно, обязательно, обязательно подпишитесь на канал. Потому что если это видео вам понравилось, другие понравятся тоже. А чтобы их не пропустить, нужно подписаться на канал. Так что предлагаю вам прямо сейчас пройти под это видео и нажать кнопочку подписаться. И на этом у меня уже точно все, с вами был Стас Гарфпрод, надеюсь вам было интересно со мной в этом видео, я уже жду вас в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok